Слив зачитан литературные итоги 2018 года. Уходящий год ознаменовался в мире литературы небольшими, но все же открытиями, а также скандалом зато грандиозным. Литературный критик Константин Мильчин подготовил краткий обзор самых важных книжных событий 2018 года специально для известий. Книга года Ольга Тилкес. Истории страны Рембрандта. М. Новое литературное обозрение, 2018 давно в России не выходило ничего подобного, путеводитель по семи картинам Рембрандта, который, впрочем, гораздо больше, чем просто музейный гид. Да и не потащишь с собой в музей тысячестраничный том, изданный на хороший, а потому тяжелые бумаги, с большим количеством иллюстраций. Каждый рассказ про картину это полное погружение в эпоху. Фото новое литературное обозрение, 2018. Крупные произведения долго вырастают писатель Дина Рубина о рождении романа, школьной грамотности и литературном пиратстве рассказывая про сеанс анатомии. Тилкес объясняет, почему Рембрандт взял такую тему, сеансы анатомии были очень популярны в те времена, кем были врачи, изображенные на картине, кем был покойник, которого они разделывают, спойлер, воришкой. В случае с «Ночным дозором» нам столь же подробно рассказывают про каждого из изображенных на картине стрелков, его биографию, значение его позы и деталей одежды, великолепный труд, который будут долго и с наслаждением читать все, кто хоть как-то интересуется искусством и хоть немного историей. Писатель года Алексей Сальников Слава пришла к Сальникову в самом конце предыдущего 2017 года, когда роман Петрова в гриппе и вокруг него, странная, гипнотизирующая история странствия автослесаря Петрова по Екатеринбургу, попала в шорт-лист большой книги и была воспета критиками. При этом книга существовала лишь в электронном виде. Бумажное издание вышло уже в 2018 году и первый тираж разлетелся в считанные недели. Книги 18. Писатель Алексей Сальников Фото, ТАСС, Интерпресс, Светлана Халевчук, затем Сальников стал обладателем одной из номинаций НОСА и получил национальный бестселлер. Еще вчера никому неизвестный автор стал вдруг самым интервьюируемым, самым обсуждаемым, самым часто приглашаемым на фестивале. В мае вышел другой роман от дел, написанный раньше Петровых, который тоже хвалили и обсуждали, впрочем, не так бурно. Наконец вот-вот должен выйти третий роман писателя Опосредованно. В общем, это был, безусловно, год Сальникова. Событие и антисобытие года. Изнасилование литературы, в 2018-м не будет самой престижной Нобелевки, как недоучившийся электрик вершил судьбы мировой словесности скандал с Нобелевской премией скандалов в книжном мире за прошедший год хватало и в мире, и у нас, но все-таки эпицентр пришелся на шведскую академию, почтенную организацию, которая вручает Нобелевскую премию по литературе. Сперва выяснилось, что муж поэтессы, которая входит в состав академии, был обвинен аж 18 женщинами в сексуальных домогательствах. Для Швеции вообще и особенно сейчас это довольно серьезное обвинение. Затем в сексуальных домогательствах обвинили уже непосредственно члена академии. Потом пошли слухи о том, что и про первую, и про вторую группу инцидентов знали и другие академики, но никто не хотел выносить ссор из избы. Академики, еще не заподозренные в чем-то особенно тяжком и сохранившие репутацию, оставили свои кресла. А по правилам, даже если академик взял самоотвод, пока он жив, на это место нельзя назначить нового. Книги 18. Заседание Шведской Академии Фото, ТАСС. Ипи Слащ Хенрик Менткамри. Тот, который написал, что для России значит Солженицын к столетию автора архипелага ГУЛАГ, попутно пошла волна слухов, что некоторые академики на старости лет просто не всегда понимают, кому можно что-то говорить, а кому нельзя. Что объясняет некоторые особенно удачные предсказания букмекеров насчет некоторых победителей, в некоторые годы, потеряв авторитет и необходимый для вынесения решений к воруму, Шведская Академия объявила о том, что в 2018 году Нобелевской премии вручаться не будет. Так мир потерял самую престижную премию. Впрочем, вроде как пока нам обещают воскрешение Нобелевки в 2019-м, открытие года Евгения Некрасова небольшой роман Некрасовой Калечина-Малечина получил премию лицей, которая сейчас пытается занять место главного открывателя новых авторов. Премия «Дебют», достаточно успешно занимавшаяся этим ранее, прекратила свое существование и в отличие от Нобелевки воскрешать не собирается. Роман написан от лица девочки-подростка, которую травят в школе ученики, не любят учителей, которую не понимают родители. Фото АСТ, 2018 книг таких много, потому что сюжет вечно актуальный, но сводить все достоинства книги Некрасовой к традиционному поднял на новый уровень тему буллинга и необходимости противостоять ему на федеральном уровне не стоит. Тут важно, что для того, чтобы написать роман, где рассказ ведется от лица подростка, писательница не поленилась придумать специальный язык. Это очень круто и дано, очевидно, не каждому автору.